С умными людьми, вот я пригласил очень умных людей, со мной рядом сидит Дмитрий Курилов, кандидат филологических наук, который диссертацию защищал по творчеству Александра Аркадьевича в том числе, Владимир Владимирович Бережков, Александр Завенович Мирзоян и Андрей Анпилов. Вот Владимир Владимирович и Александр Завенович, они лично были знакомы с Александром Аркадьевичем. Значит, начать я хочу с такого небольшого рассказа о творчестве Александра Аркадьевича, это как бы такое вводное. Оно у меня появилось, как-то я готовил программу по Галичу, и у меня много песен в репертуаре, я все думал, как же мне выстроить эту программу. А потом, вот книжка у меня такая есть, вот сборник, и здесь хронология произведения Александра Аркадьевича. Я вот решил их расставить, как говорится, в порядке появления по хронологии и как-то привязать к историческим событиям, которые в этот момент проходили в России и в мире. И, на мой взгляд, получилась довольно интересная картинка, по крайней мере для меня. Вот я сейчас ее коротко расскажу. Вот такой у меня как бы эпиграф. Песня Александра Галича – это «Зеркало эпохи». Зеркало, естественно, кривое, потому что только кривое зеркало может выделить суть, увеличивая главное и уменьшая несущественное. Александр Аркадьевич Гинсбург родился 19 октября 1918 года в городе Екатеринославе, ныне Днепропетровск, пока еще. В 1923 году семья переезжает в Москву. Я не буду очень подробно останавливаться, так сказать, на его биографии, это вещь достаточно известная, но некоторые моменты. В 1935 году поступает в литературный институт на поэтическое отделение и в театральную школу-студию под руководством Константин Сергеевича Станиславского. После смерти Станиславского в 1938 году в студии Алексея Арбузова. С 1939 года пишет пьесы и киносценарии. В 1941 году признан негодным к несению военной службы из-за болезни сердца. Всю войну во фронтовых театрах занимается литературной деятельностью. В 1947 году, собственно говоря, берет литературный псевдоним Александр Галич. Гинсбург Александр Аркадьевич, ну, как бы такой вот он придумал псевдоним. В 1955 году принят все из писателей, в 1958 году принят все из кинематографистов. Я только в этом году родился. И вот так подходит к 1961 году. В это время пьесы Галича идут в ведущих театрах. Фильмы по его сценариям смотрят и любят страна. Что такое 1961 год в истории нашей страны? Это год такой довольно знаменательный, замечательный. Это первый полет человека в космос, с одной стороны. С другой стороны, начало строительства Берлинской стены. В 1961 году по решению 22-го съезда КПСС тайно тело Иосифа Виссарионовича Сталина вынесено из мавзолея и захоронено у Кремлевской стены. То есть еще в 1956 году был осужден культ личности Никитой Сергеевичем, но только в 1961 году набрались смелости все-таки убрать Иосифа Виссарионовича из мавзолея. В этом же году опубликован сборник стихов репрессированного и позднее реабилитированного поэта Варлам Тихоновича Шаламова. В 1961 году Высоцкий написал свою первую песню «Наколка». И в этом же году выходит в эфир телевизионная программа КВН, в которой можно шутить в прямом эфире. Это просто по тем временам тоже событие такое знаковое. И в 1961 году, собственно говоря, Александр Викторович написал свою первую песню в вагоне ночного поезда «Леночка». «Апрельская ночь Леночка» стояла на посту. В этом же 1961 году в соавторстве с Геннадием Шпаликовым он пишет песню «Мы приехали за город, за городом дожди, за городом забора, за заборами вожди». И вот эти песни, они положили начало какому-то новому витку вообще в его деятельности. То есть это взрослый такой сложившийся 42-летний мужчина, который профессионал в своем деле, сильно занятый. И в то же время он начал писать эти песни. Наверное, тогда еще не предполагаю, во что это все потом выльется. В 1962 году выходят фильмы «На семи ветрах» режиссер Станислав Ростовский в главных ролях Лариса Лужина, Вячеслав Тихонов, Леонид Быков и фильм «Государственный преступник» о работе советских чекистов по его сценарию. В 1962 году Александр Кадьевич пишет такие песни, как «Она вещь собрала», это «Тонечка» или «Аджубеечка» еще называется по-другому. В том же 1962 году написана песня про маляров, истопника и теорию относительности. Это, кстати, песня, которую я вот сам первый раз услышал, еще в школе когда учился, еще не знал когда, кто такой Галич, но уже песню эту я знал. И в советские времена эту песню можно было, не объявляя автора, в общем, как бы, ну, во всяком случае, я пил ее на концертах, на каких-то публичных, и не был репрессирован сам. И закон природы. Александр Кадьевич поддерживает очень плотные дружеские отношения с физиками из города Дубны, и, видимо, поэтому такой есть уклон у него немножко в область физики. В том же 1962 году написана очень известная знаковая его песня «Облака». Ну, что такое? Вот он не один, как бы, в стране этим занимается. Вот в 1962 году журнал «Новый мир» публикует один день Ивана Денисовича Солженицына, главным редактором в «Новом мире» Твардовский Александр Трифонович. Вот. В 1963 году, кстати, в газете «Правда» была опубликована поэма Твардовского «Теркин на том свете». Это очень такое острое произведение, которое, кстати, официально не было никогда запрещено, и с ним можно было... То есть газету «Правда» через некоторое время изъяли тираж, в котором оно было опубликовано, это произведение, но в сборнике, ну, в собрании сочинений Твардовского с ним можно было ознакомиться, вот. Я брал его в библиотеке и читал. Вот. Еще не знаю, кто такой Галич. В 1963 году был написан старательный скивал сок. В 1964 году Александр Галич награжден грамотой КГБ СССР за сценарий фильма «Государственный преступник», который в 1962 году вышел. Подписана грамота была семичастным руководителем этой организации в то время. Публикации песен-стихов в «Комсомольской правде», «Недели» и других изданиях. В 1964 году смещен с должности генерального секретаря ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, его место занял Леонид Ильич Брежнев. Это как бы время, такой перелом, смена знакопроизводной развития, то есть как бы начало-конца оттепеля Хрущевской. В 1964 году Александр Галич пишет песню «Я научность марксистскую пестовал». И вот что для меня удивительно, вот в этом году, в 1964, у него появились стихи, попытка верлибра «Можно найти на улице одну копейку». И купить коробок спичек. Вот для меня удивительно, потому что в это время еще даже никаких признаков нужды у него не было. Он был человек по советским понятиям достаточно состоятельный, то есть успешный вполне. А такая вот получилась пророческая песенка, стихотворение. Это позже все его ожидало. В 1965 году Рязанов снял фильм по сценарию Галича «Дайте жалобную книгу». В 1965 году Александр Галич пишет «Больничную цыганочку. Право на отдых. Белые столбы». В 1966 году в процессе работы над фильмом «Третья молодость» Амариус Иванович Петипа Галич трижды выезжает в Париж в командировки. Вот. Пишет цыганский роман с посвящением блоку. В 1967 году на экраны выходит фильм по сценарию Галича «Бегущая по волнам». Песня Егор Петрович Мальцев. Это баллада осознательности. И так вот постепенно подошли к такому очень важному и переломному году и в судьбе страны, и даже я не побоюсь этого слова, в судьбе мира и в его тоже биографии творческой. Это 68-й год. Что такое 68-й год? С одной стороны, это первый фестиваль авторской песни в Новосибирске. Первое и последнее публичное выступление Александра Галича со исполнением своих песен. Там целый такой довольно большой концерт был. Да, Владимир Владимирович, потом расскажете. Да. Вот. И один был под камеру, и плюс там еще были такие концерты. Вот. В том же 68-м году началась «Пражская весна», строительство социализма с человеческим лицом. В 68-м году погиб Юрий Алексеевич Гагарин, первый наш космонавт. Столкновение между полицией и студентами в Париже, всеобщая забастовка во Франции, то есть во всем мире кипит, бурлит. Убийство Мартина Лютера Кинга в США. И в августе страны Варшавского договора ввели войска в Чехословакию, чтобы с этой самой «Пражской весной» покончить. В тот же день представители группы стран США, Великобритания и ряд других выступили в Совете безопасности ООН с требованием вынести чехословацкий вопрос на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Представители Венгрии и СССР проголосовали против, затем а представитель ЧССР в Чехословацкой Советско-Социалистической Республике потребовал снять этот вопрос с рассмотрения ООН. С осуждением военного вмешательства пяти государств выступили правительства четырех социалистических стран – Югославия, Румыния, Албания и Китайской Народной Республики, а также ряд коммунистической партий Запада. То есть, вот такой вот переломный год. И вот с 1968 года, как мне показалось, активизировалось еще творчество Александра Аркадьевича. Он там написал целый ряд песен по образу и подобию, слушая Баха еще другое название. «Разговор в огоне-ресторане». Начал он в этом году писать серию своих песен «Истории жизни Клима Петровича Коломейцева», кавалера многих орденов мастера цеха, разные, которые с ним случались. В 1969 году в ФРГ вышел сборник стихов Галича. В предисловии было написано, что он отсидел 20 лет в лагерях, что, конечно же, не было правдой. Но, видимо, не знаю, с какой целью это было сделано, но так было. В 1969 году написана плясовая песня «Плохо спится палачам по ночам». Вот и ходят палачи к палачам. «Красный треугольник» замечательная совершенно песня, любимая. Еще раз о черте. «Салака» – это еще одна история жизни Клима Петровича Коломейцева. Но, хоть теперь закончилось, в 1970 году последовал разгром журнала «Новый мир». То есть Твардовского, конечно, не тронули, потому что слишком такая крупная фигура была. Но замов его всех и, в общем, творческую часть полностью, как говорится, ликвидировали. Александр Трифонович заболел в результате очень сильно и потом через некоторое время помер. Фактически он уже, как бы тоже формально не был отстранен от руководства, но фактически уже, как бы, это уже был другой новый мир, не тот, который вот был в 60-е годы. Александр Трифонович в 1971 году написал песню о переселении душ. «Не хочу посмертных антроша, никаких красивостей не выберу, пусть моя бессмертная душа под лицу достанется и шиберу. Пусть он, сволочь, врет и предает, пусть он ходит, ворон в перьях сокола. Все невзгоды, пули, недолет, все невзгоды ни к чему, а около. Хорошо ему у калача, все полно приязни и приятельства, и номенклатурные блага, и номенклатурные предательства. С каждым днем отраднее житье, но в минуту, самую внезапную, пусть ему отчаяние мое сдавит сучье горло черной лапою». Летом 1971 года на свадьбе актера Таганки Ивана Даховичного и дочери члена политбюро ЦК КПЗ Дмитрия Полянского, друзья жениха, включили запись песен Галича. Полянский услышал, и это ему очень сильно не понравилось, и он поставил в Союзе писателей вопрос об исключении Галича. И вот, собственно, в районе новогодних праздников, 1971 на 1972 год, Александр Аркадьевич был исключен сначала из Союза писателей, а потом из Союза кинемнографистов. Причем вот он сам в воспоминаниях вспоминает, как его исключали из Союза писателей. Значит, ну вот как раз вспомнили все эти написанные песни, что, ну вот так сказать, подвергся он критике резкой. Но в первом голосовании четверть человек проголосовали против исключения его. Это такой Алексей Рикимчук писатель, Алексей Арбузов, Агния Барто и кто-то еще я не помню, ну то есть из таких очень известных писателей. Но потом, так сказать, процесс был остановлен, сказали, мы вам сейчас объясним, вот, объяснили следующее, что там просили, чтобы голосование было единогласным. И уже в следующем голосовании, значит, проголосовали единогласно за его исключение. Ну и, собственно, за этим в 72-м году последовал третий инфаркт, инвалидность, пенсия в 64 рубля, вот оно, можно найти на улице одну копейку. Вот, после, в 72-м году, кстати, Иосифа Бродского выслали из Советского Союза, то есть началась вот эта вот волна, собственно говоря, очередная эмиграция. И в 72-м году Александр Аркадьевич пишет песню «Желание и слава». «Непричастный к искусству, недопущенный в храм, я пою под закуску и 2000 грамм». Это, как бы, песня, стихотворение описывает вот его, как раз, способ заработка в то время, то есть домашние концерты. И в том же 72-м году, летом, собственно говоря, состоялось его крещение у отца Александра Меня в храме в новой деревне. И с этого времени началась их, так сказать, дружба, встречи. И в 72-м году Александр Аркадьевич написал песню «Когда я вернусь». Вот я когда нашел дату написания, я удивился, я потому что был уверен, что эта песня была написана где-то уже глубоко в эмиграции. Оказывается, опять же, это какой-то момент предвидения, то есть он еще никуда не уезжал, но уже написал песню «Когда я вернусь». Эти слова из этой песни стали, в общем-то, символом нашего фестиваля, который мы проводим. Ну и, собственно, последовала в 74-м году эмиграция Александра Аркадьевича Норвегии, Германии, Франции, работа на радио «Свобода». В общем-то, в период эмиграции он написал не так много, он много работал, много вышло передач, в которые вошли его песни, но уже в таком плане творческом. Потом такое создалось у меня, по крайней мере, ощущение, что он, и это в его стихах прослеживается, и в песнях можно привести конкретные примеры, что, в общем-то, свободы и там он никакой не нашел, там просто была другая несвобода. Ну и 19 декабря 1977 года последовала его трагическая гибель от поражения электрическим током. В общем, это официально было признано как несчастный случай, хотя западная пресса прозрачно намекала, что это дело рук КГБ, ну а наша, соответственно, пресса прозрачно также намекала, что это дело рук западных спецслужб, потому что он уже со своими хозяевами на радио «Свобода», так сказать, испортил отношения, там были у него проблемы определенные. Но, тем не менее, в 1977 году в журнале «Неделя» была опубликована большая статья о его творчестве, и там вот как раз это была версия, упоминалось, так сказать, как это принято у наших средств массовой информации и сегодня, давать разные версии, скажем. Вот. Собственно, к чему я вот это все говорил? Я рассказал о Галиче, но вот на что я хотел бы обратить внимание, какой момент я хотел подчеркнуть вот своим этим рассказом, то что, когда он начал писать эти песни, это как бы был определенный тренд, то есть он был не один, тогда было такое время, вот начало 60-х годов, то есть как бы, когда еще другие, там еще Илья Эренбург напечатал роман «Люди годы жизни», где-то, по-моему, в 64-м году, тоже как бы очень такой, ну, как сказать, антисталинский, можно сказать, в каком-то смысле. Вот. И Солженицы напечатали там и так далее, то есть. А потом, когда вот случился этот поворот в 68-м году, многие люди даже из тех, которые в то время, так сказать, ну, как-то в этом тренде находились, они, ну, либо уехали, либо перестали, так сказать, писать, не пошли на прямой конфликт с властью. А вот Александр Аркадьевич, он такой оказался удивительный человек, что он все свое, так сказать, успешную и благополучную жизнь променял на ту правду, которую он вот для себя открыл в своих песнях, не знаю, и для себя, и для нас, потому что для меня это вот, его творчество, это вообще как бы такое, ну, я считаю, что это то, что меня вот как человека сформировало в значительной степени. Вот. Вот, собственно, и все, о чем я хотел рассказать. Я готов ответить на вопросы и передать микрофон старшим товарищам, чтобы они прокомментировали или, как бы, может, я что-то неправильно сказал, потому что у меня об этом впечатление чисто литературное. В это время я был слишком мал. Вот. Кто продолжит? Я могу сказать единственное, что 61-й год еще чем мне запомнился. Деньги поменяли. Деньги поменяли, да, это надо обязательно. Вот. Владимир Владимирович Бережков. Бережков Владимир Владимирович. Вот. Мне повезло. Я впервые увидел Александра Аркадьевича в 67-м году. Это значит райком комсомола. Не райком даже, а горком комсомола. А на самом деле, как мне потом говорил Чесноков, что это он все это дело, как бы, так сказать, организовал. Одним словом, от горкома комсомола отходили автобусы. Вот, значит, авторы песен. Среди них был Ким, был Галич. Вот. Их всех нас везли в петушки. Петушки, значит, впоследствии очень известное место, которое воспел Венья Росеев. Ну, мы были не в самих петушках. Там был лагерь, который нас встречал, значит, уже, так сказать, с какими-то картинами, какими-то, так сказать, лозунгами, написанными на стенках. И вот там происходила первая конференция по вопросам авторской песни. И Александр Аркаевич принимал в этом очень активное участие. И были очень интересные, так сказать, диалоги между ним и известным музыковедом, Владимиром Фрумкиным. Вот Фрумкин, он сейчас в Штатах живет. И я был до последнего времени, вот буквально пару недель назад, я был уверен, что термин авторской песни придумал Фрумкин и обнародовал его как раз вот на этом самом семинаре, или как его еще можно назвать. Фрумкин мне написал, что это не он придумал этот термин, а он, так сказать, прикладывал к Высоцкому там, новелле Матвеевой, Галичу на такое определение, как значит, поэзия под гитару. Но я совершенно твердо помню, что именно я после этого 67-го года везде, значит, говорил, это авторская песня, мне говорили, нет, это студенческая песня, это туристская песня, что значит авторская песня. И все сопротивлялись. И кто же, значит, внес этот, так сказать, термин в народ, я теперь уже не знаю. Там вполне возможно. Чего не бывает, туда завозили пиво, туда завозили пиво, и я, как сейчас помню, я занял у Александра Аркадьевича три рубля, и до сих пор не отдал, между прочим. Вот, в новых деньгах. Вот. А там были потрясающие совершенно вещи. Там, значит, конечно, были комсомольские деятели, и вот один из них выступает и говорит, ну, что вы там говорите о какой-то свободе? Свобода же у нас. Мы свободные люди. Мы можем писать о чем угодно. Ну, конечно, должны быть какие-то все-таки, так сказать, рамки, какие-то заборы. И тут Кукин с места. Скажите, а на заборах писать можно? Вот. В общем, на этой, значит, конференции договорились о том, что будет проводиться общесоюзный большой фестиваль. я не знаю всех, так сказать, этих самых подноготных перипетий, но, тем не менее, через год в марте, 68-й год, значит, вот как раз и состоялся фестиваль в Новосибирске в Академгородке. Я помню, мы туда приехали. Значит, первое, что я увидел, большой-большой плакат на этом зале написано «Барды», да? Тогда уже было «Барды, вас ждет Сибирь!» Вот. Значит, ну что, значит, да. А мы ехали с Толей Ивановым. Это потрясающе совершенно. Летели на самолете. Потрясающий автор, художник. У нас было. Но они не с ними же, конечно, с собой. Вот. И мы еще в самолете решили, значит, выпить в тайге. Ну, это Новосибирск. И вот действительно, мы идем по этому Академгородку, лесок там, все. Я говорю, ну вот здесь, доставай, значит, из портфеля. Тут какая-то женщина с коляской через эту тайгу ломится. Вот. Мы за другое дерево мент, значит, идем. Ну, мы поняли, что, значит, это самое, но не судьба, не судьба. Заходим в этот большой зал и вдруг я вижу, значит, лестница большая, которая ведет туда на второй этаж. И под лестницей стоит мой друг Вадим Долане, это тот, который в 68-м году вышел на Красную площадь. Вместе с Александром... Вадим Долане... Что? Санус... За Красную площадь. Да, стоит Вадим Долане, немножко припрятавшись так за колонну, за эту лестницу, вместе с Галичем. И они выпивают. Я тут же, да, в тайге, я понял, что вот это вот место, да, нас ждет Сибирь, присоединился, вот, и вот с тех пор, значит, как бы, так сказать, я уже, ну, немножко ближе познакомился с Галичем, соответственно, под этой лестницей и дальше. Вот, и это был потрясающий, конечно, фестиваль. Я вел дневник каждый день, значит, я записывал различные какие-то, так сказать, ну, например, вот то, что мне запомнилось. То, что я записывал, у меня изъяли из номера, из портфеля в последний день. Я прихожу, нет. Да, ну, память, она слабеет вообще. Ну, помню, значит, там были не только большие концерты, а концерты ночные для избранной публики, для академиков, так ли, как академик Александров тогда, значит, был, и он руководил всем этим мероприятием. И вот, значит, где-то два часа ночи, там, предположим, я сижу в коридоре, не знаю, что я там делаю, кого-то жду, может быть, должен быть вот этот концерт ночной. И вдруг, значит, ну, не буду называть фамилию, скажем, известный автор Ю, в майке выглядывает из номера и меня спрашивает, Володя, ну, что будет этот двухчасовой концерт-то? Я говорю, ну, не знаю, вот сейчас должны сказать. И вдруг, это просто об отношении к нам и к фестивалю. Вот это советская Костеллянша, или, я не знаю, коридорная, как писал Галич, да, коридорная, божью свечечку. Значит, деликатнейшим образом обращается к нему и говорит, молодой человек, а вот к вам приходила девушка. Она ушла. Он говорит, понимаете, в чем дело в майке, вот, ну, в тренировочных. Она вообще в Новосибирске живет. Я ей пел песни, она присела на кровать, но туда ехать очень далеко, и она как-то так вот, но она не раздевалась. И вот это вот коридорное не слово в советское время, то есть это, это чуть ли не уголовное дело было, ни слова ему не сказала, но не раздевалась, значит, все хорошо, все нормально. И вот это, я запомнил, конечно, колоссальный здоровый зал, где народ не помещался. Значит, часть народа сидела сзади, на сцене. Вот, и вот ты выходишь, и тебя слышат, значит, особо близкие, так сказать, твои коллеги, они сидят сзади тебя, а весь зал, первые ряды, это, значит, главные люди Новосибирска со своими женами, вот, жены в бриллиантах, это сверкает, это очень красиво. И вот, когда, по-моему, здесь я могу ошибаться, но, по-моему, когда он спел Пастернака, Галич, там вот эти вот ряды зашевелились и начали уходить, чтобы не присутствовать, так сказать, при такой, да, это уже был первый звоночек. Вот, и последний звоночек, конечно, это последний день, когда я не нашел свои тетрадки в своем любимом портфеле. Вот, бутылку оставили. Александр Зеленович, вы что-нибудь расскажете нам? Нет, я просто как бы хотел немножко о Галиче сказать, как бы, как это называется, он включен, нет? Нажми на кнопку. он не включен, а возьмите его. Да, пускай, пускай будет общий. Просто, о некоторых смыслах, которые вносили все эти товарищи, ну, если бы не Галич, а Товарищи, я вспоминаю замечательный фрагмент из повести Анатолия, нет, нет, господи, главный редактор нашего эмигрантского журнала. Владимир Максимов, прошу, спасибо, Андрюшенька, Владимир Максимов, в одной из последних своих работ он писал о Галиче, ну, там фамилия не называлась, называлась Саша, что он своими, он все время говорит, мельтешил по поводу того, что вот, его скоро заберут, что эти пе... он пишет песенки, за которые его там преследуют, все, и я смотрел на него, ну, в романе там, да, действующий главный герой, он говорит, я смотрю на него и думаю, это какое же надо самомнение иметь, чтобы за какие-то песенки думать, что его будут что-то с ним делать, когда существуют такие люди, как Гроссман, как Солженицын, да, такие гиганты, глыбы такие, сопротивления, да, и вдруг вот этот человек, который там про какие-то песенки там говорит и думает, что ему за них что-то будет, и говорит, только сейчас, спустя 25 лет, я понял, что не будь Галича и его сотоварищей, нас бы вообще никто не прочитал, то есть, он осознал, и вот это вот колоссальное такое, такой литература, центризм нашего сознания, особенно элиты, да, такой вот литературный, музыкальный, который к песне всегда относился, даже не сказать, чтобы снисходительно, а никак, просто никак, и так же, как Высоцкий переживал по поводу того, что его считают, вот там, у Кушнера есть замечательное, ну, в кавычках, стихотворение, я очень люблю Кушнера как поэта, но вот в этом стихотворении весь такой, как бы это сказать, культура-центристский снобизм явлен во все, что называется, свою красу, это очень раннее стихотворение, Кушнера, ну, как ранее, 60-е годы, еще чего гитара, засученный рукав, любезная отрава, засунь ее за шкаф, пускай на ней играет Григорьев по ночам, как это подобает разгульным москвичам, а мы стиху сухому приучены с тобой, и там, и там, ленинградская погода, что-то простуженный, дымок от сигареты, какой-то там канал, чтоб злые наши слезы никто не увидал, то есть, вот это вот отношение с засунью за шкаф, да, вот, и вот эти вот слова, что Высоцкий неплохие песни писал, но гитара ему мешала, зачем надо было брать гитару, когда, да и Галич тоже бы, лучше бы он не брал эту гитару в руки, вот такое вот отношение к песне, я не знаю, чем оно было навеяно, ну, есть несколько версий по поводу того, что понятие песни в Советском Союзе было связано с такой агиткой, да, что вот советская песня, либо эстрада, ну, не знаю, я сейчас не хочу, как бы там много, наверное, есть фантазии на эту тему, но они сами немножко по этому поводу страдали, и все время Булат Шаус говорил, я поэт, да, я поэт, а гитара, это вот так вот, как-то это вот, ну, для удобства, там, Галич, я поэт для удобства, Высоцкий, я поэт, вот для удобства, как бы вот изложения гитары, и вот это вот некий момент вторичности того периода времени, да, это раньше, если ты в компанию придешь и говоришь, я пишу песни, все думали, что ты Сокровский, Долматовский, там, что-нибудь такое, да, потом ты стал приходить в компанию, и там говорили, я пишу песни, подразумевало, что ты песня, ну, что ты все-таки вот, это бардовское, скажем так, направление, да, сейчас, если прийти и сказать, я пишу песню, это вообще лучше не говорить, ну, как бы, да, понятно, что это будет еще худший, худший эффект произведет, короче говоря, вот некий комплекс человека с гитарой, у них, у людей состоявшихся, и именно поэтические, как это сказать, не искусство одаренных, но высшей степени, имеющих такое вот полифоническое ухо, да, и полифоническое выражение, для них это был некий такой вот комплекс, но именно вот то, что мы говорим, что певец это отец, да, собственно, и не мы говорим, это вся история человечества говорит, я здесь солидарен с Володей, что именно эти песни, они, собственно говоря, нас и сделали, да, как писали все древние, там, тот же Веков выразил, фактически, Жан-Батист Веков, величайший культуролог всех времен и народов, он суммировал практически в своей книге о новой истории нации, да, и о природе нации, он говорил, певец приходит к племенам и делает из них нацию, и вот то, что эти песни собрали, причем совершенно независимо от нашей воли, да, как-то никто это не организовывал по всей стране, обратите внимание, какой принцип самоорганизации внесла песню в отечество, где была только одна организация, как мы знаем, да, там, верхняя организация, и вдруг появились клубы самодеятельной песни, никаких самоорганизаций вообще в пространстве не предвиделось, и ничего такого, извините, студенческих песен, ну, ну, не важно, да, главное, что вдруг именно песня создала принцип самоорганизации, то есть вот это неформальное, порядка 150 клубов по стране было, и это сделала ровно вот авторская песня, кстати, мы вот с коллегами говорили на эту тему, что все подразумевают, когда там какие-то были перепалки по поводу, вы себе присвоили понятие авторской песни, потому что автор есть у любой песни, и поэтому, собственно говоря, автор, это там и эстрада, и пусси-муси, тоже имеют своего автора, но слово авторская, в действительности, автор, посмотрите, это словарь, простой иностранных слов, автор подразумевается не авто, не ауто, да, сам, аукторы, то есть создаю, задаю основания, обогащаю, расширяю, то есть вот то, что обогащает и расширяет, это и есть вот авторская в действительности песня, согласно просто этимологии, а этимология, это, собственно говоря, есть истина, этим он, да, на греческом, и когда мне пытаются сказать, что я слишком преувеличиваю, вот, роль этого жанра, да не будь его, если уж Максимов сказал, что никто бы нас не прочитал, я уверяю вас, что большая часть, там, 99, в периоде еще 9, моего поколения, предшествующего и последующего, не будь этих песен, к литературе бы, и к поэзии просто не пришли бы никогда, когда мне пытались там, Бродского подсунуть, мои умные друзья, я на третьей, на третьей странице засыпал немедленно, потому что, вот, сырая тяжесть в сапогах, там, роса на карабине, это вот мое было, я большой турист был, там, да, побольше взять, подальше отнести, там, вот это вот, это все, вот это вот родное, это замечательные песни, все, но когда Бродский, это нет, это не для меня, и вообще не для нормального человека, кто бы мне тогда сказал, что меня с ним будет связывать такая, такая вот, такая вот это, так вот, когда Клячкин, я услышал Клячкина, песни на стихи Бродского, и вот это пробило, когда ты помимо слов начинаешь впитывать в себя некую субстанцию, вот эту материю, эти смыслы, которые ты бы сам никогда бы не открыл, и поэтому, когда вот Галич открывал мне какие-то внутренние такое вот видение, слух вот этот вот, да, на язык, на ситуацию, именно на смыслы, то, что они были там антисоветские, все это 20-я сторона, хотя немаловажная, да, но вкус слова вообще, вкус пережитого слова, вот это, вот это вот чудо, которое я сегодня все больше и больше для себя открываю, мы сегодня ехали, когда в машине, да, говорили о нескольких фразах вот у Галича, как он, какая драматургия в песне, каким языком он пользуется, поразительным, как он делает раскадровки внутри одного даже, внутри одной страфы, помните вот это вот, когда завалился к нам в барак кум со всей охраной, да, я подумал, что конец распрощался матерно, вот это вот шевеление волоса, что все, вот оно, да, вот пришли всех класть вообще, да, и раскадровка, как там, я подумал, что конец распрощался матерно, и кадр тут же, малосольный огурец, кум жабал внимательно, да, вот это вот две, то есть вот в одном кадре два, два лица, да, вот как-то один оттуда, одно ужас вообще, вот это оцепенение, и другое вот это вот, ну это кино, это кино там, и главное, что таких, или вот вторая строчка, тоже мы вспоминали, когда, да, приказано статуи за ночь снять со станции, да, ты представь метель, метет метель, темень стужа адская, на нем отношение, метель грубая, солдатская, и стоит он напролом, и летит как конница, это надо вообще про статухи, да, вот это вот, и стоит он напролом, и летит как конница, но это, ребят, это, это как, в каком это ракурсе надо снимать, чтобы увидеть такое, да, то есть это такой динамичный статуй, эпохальный вообще, ну, братцы, вот простыми словами сказать, невероятно, то есть я вот сейчас читаю и думаю, чем больше читать, тем более, этого не может быть, оно вот, просто вот одна строфа, и все описано, как этот человек умудрился сделать, понимал он это, не понимал, надо, ну, вот это вот кинематографический глаз, да, драматурга, киношника, все, нам так повезло, что у нас есть такие фигуры, что у нас есть такой словарь, такие чувства, такие объемы, такие емкости, такие кинематографические виды, в одних строчках, в одной песне, столько смыслов, столько смыслов, столько поэтики, ребят, это чудо, которое еще долго будет объясняться, я думаю, и осмысляться, и то, что сегодняшние поколения, и как бы наши современники, молодые, этого лишены, это катастрофа, это скотины нерусские растут, которые не понимают величия вообще, и глубины вот этого русского мышления, русского языка, русского духа, который вот так может вообще все это сделать, это такое везение, ребята, это такое чудо, что у нас есть Галич, есть Акуджава, Высоцкий, то есть, ну, у меня нет слов, на чем я заканчиваю. 15 секунд дополнение, значит, какой-то подпольный концерт, когда Галич уже уехал, то ли после того, как он погиб, что ли, не знаю, мы с тобой вместе, значит, уходим с этого концерта, ну, это, Володь, это мы были у матушки Александра Аркадьевича, в годах финна его смерти. Одним словом, расходится публика, на этом самом, на лестнице стоит соответствующий человек, который провожает всех взглядами, мы идем в первых рядах, и уже подходим к парадной двери, чтобы выйти, потом переглядываемся, и в один голос запеваем, вихри враждебные леют на дно. А что дальше было? Ты не помнишь? Там было, ну, что я продолжил смешную ситуацию, когда мы пели, те, кто после нас идут, следующая там группа выходящих, подходят к нам и присоединяются, и тихо, да, и тихо поем, то есть не громко поем, а тихо, и громко, и стоят, и уже у нас стоит шестеро, семеро, восемь, и вдруг какая-то пара входит в подъезд, ну, домой к себе, с ужасом видят, слышно, столбенеют, стоит группа и поет тихо, фихри враждеб, причем с полным серьезным все, и они захлопывают двери, куда-то, куда-то, куда-то. Ну, сейчас я слово предоставлю Дмитрию Курилову, он расскажет о своих, так сказать, наблюдениях уже из области филологии. Да мне на самом деле интересно, я сейчас слушал, а можно я тоже спрошу? Ну, просто, когда еще услышишь такие вещи? Вот, во-первых, ну, такой глупый вопрос, и вопрос поумнее. Вот, вы сказали, в Новосибирске там был, это Барды вас ждет в Сибири, а еще сказали, что в Петушках на заборах что-то было, лозунги какие-то, а какие? Вот это первое. Я не помню, это очень хорошо помнил Витя Луферов, который эти лозунги писала, ну, небольшая просто история, к сожалению, я не помню, прекрасная художница, мультипликатор, может быть, Андрей знает ее, а от нее вот у меня осталось, значит, мы с Витей в свое время договорились, была очень красивая картинка, значит, стоит корова, а ей все потравинки несут, там, цыпленок, там, еще кто-то, и, значит, мы говорили, у кого будет младший ребенок, вот тому будет принадлежать. Вот сначала она была у Вити, потом была у меня, потом опять у Вити, потом опять она осталась все-таки у меня. И вот эта вот потрясающая художница, вот она делала вот эти вот самые надписи. Конечно, конечно. Нет, корова, это совершенно побочное. А серьезный вопрос, вот почему так получилось, что вот этот первый фестиваль бардовский, да, ну, в Новосибирске, почему центральной фигурой оказался Галич? Почему там не было Акуджавы, Высоцкого, той же Новеллы Матвеевы? Вот, кому-то, и, насколько я помню, насколько, так сказать, до меня донеслось, кому-то посоветовали лучше не ехать, кто-то был занят. Вот, и поэтому главной фигурой был Галич. А Кима не было там? Ким был. Был? Был Ким, да. А почему не Ким? Да, в этом самом, в Новосибирске. А почему не Анчаров? Вот. Ну, потому что Анчаров, во-первых, ну, он же принадлежал к военной организации, видимо, там все было, из этих организаций не уходит никогда. Не просто военная организация. Он был военный переводчик. Он был в развитии? Ну, я говорю более, так сказать, завуалированно, скажем так. Вот. Поэтому, хотя он был художником, мне повезло, я, так сказать, был у него дома. Совершенно случайно пришел. Но не буду. Сегодня Галич у нас. Ну, кстати, опять же, если про Анчарова говорить, да, Галич-то начал с Анчарова. И вот эта вот ситуация, я не знаю, это... Нет. Толчком, что называется, к написанию письма-песен был Анчаров для Галича. Более того... Мне кажется, это художало. Нет, нет, нет. Это же целая история. Юра, кто у нас занимается Анчаровым? Юркевич. Юркевич и... Витя. Ютья, да, Витя занимается. Вот он как раз и рассказывал эту историю. Она даже где-то опубликована. Она, к сожалению, как бы широко так, ну, не тиражируется. Она, она с одной стороны смешная, с другой стороны трогательная. Ну, как бы, кто бы знал из какого ссора, да, раз тут стихи не ведутся. Дело в том, что вот то, что Александр Аркадьевич пишет про... Это в свое время мне еще... Господи, Нюша. Ангелина Николаевна. Она просто просила себя называть Нюшей. Она никогда... Она очень не любила. Я не мог никак к этой даме обращаться, Ангелина Николаевна. В смысле, Нюша. Но она мне несколько раз мне чуть по губам там не дала. Говорит, я Нюша. Все. Короче говоря, Ангелина Николаевна, она... Мы как-то с ней сидели на кухне, к Александру Аркадьевичу пришли там друзья, и она мне говорила, это все, Мишка его подбил. Мишка. Все от Мишки пошло. Она как бы немножко так принимала слегка, да, и ее, конечно, вся эта ситуация очень доставала. Это был... Я познакомился достаточно поздно, мы, собственно, меньше года были с ним знакомы, и вот эти слова все Мишка ему, все это Мишка, Мишка. И потом вот как раз Витя Юровский, он мне рассказал ситуацию, которую очень часто рассказывал Михаил Леонидович Анчаров. Когда он приехал в Питер, его окружение, но он же тогда приезжал на спектакль, он же много писал тогда для театра и кино, и кто-то сказал, что вот там Галич хотели с Галичем познакомить, ну, он, естественно, Галич и тоже знал, как, ну, но не как Барда, поскольку он тогда и не писал ничего такого, а как именно, как литераторы, да, драматурги. И в одной компании, причем питерский, огромный дом, там была громадная квартира с роялем, который вообще там терялся где-то, вот, ну, наверное, я вот видел питерские квартиры, но немножко поменьше вот этого, но были такие, есть такие дома вот с такими залами, да, и когда Анчаров пришел, Галич сидел уже за роялем, он блестяще играл на рояле, причем и классику даже там подбирал, и пел русские романсы, что он страшно любил делать, и вокруг него уже весь там бомонд, который там был, он, значит, был собран, и уже вечер там к концу подходил, и хозяйка говорит, Миш, ну, ты, может быть, что-нибудь все-таки сыграешь тоже, и, значит, Миша дали гитару, он стал петь, и весь этот бомонд перекочевал, значит, к нему, и причем более того, там одна дама, как Анчаров говорит, такая зеленоглазая ладья, которая вокруг Галича кругами ходила, а также восьмерку стала описывать вокруг Анчарова, и в результате ушла с ним. На Галича это произвело, конечно, поскольку Александр Аркадьевич очень был, как бы, да, очень к дамам относился нежно, и для него это произвело, конечно, колоссальное впечатление, сами эти песни, потому что он не ожидал, что можно петь вот так, и действительно, как Анчаров по тем временам выглядел, но это было невероятное явление, конечно, это был 61-й, по-моему, год, 61-й год, и когда Галич говорит, что он написал эти песни в поезде Москва и Ленинград, это было ровно наоборот, это был поезд Ленинград-Москва, и он не мог уснуть как бы вообще от этой ситуации, потому что, ну, лидерство такое всегда в нем было, он уже привык к такому по всеобщему поклонению, он был очень известный, почитаемый, и любимый человек, и вот тут его, как бы он решил этот опыт воспроизвести, и написал первую песню, просто знаете, что откуда, откуда истоки, да, но то, что он начал делать, ребят, ну о чем мы говорим, это высочайшая, высочайшая литература, потом, когда он вернулся, он нашел на антресовле гитару, которая там уже много лет лежала и пылилась, и, кстати, интересная фраза, я сейчас дополню, и, когда мы потом говорили уже с окружением Галича, там, Лева Мигранян, да, был, он говорил, что-то вспоминали, как чего начиналось, тем более, время-то прошло, что там, это был 73-й год, конец, начало 74-го, то есть творческому-то времени, что там такое, 13 лет там, понимаешь, ну это просто смешно о чем-то говорить, да, что там, 13 лет назад, что у нас, 2000-й год был, 2002-й, ребят, это вчера было, да, то есть на такой дистанции все было очень живо, все было памятно, и Лева говорит, когда Галич взял гитару, Нюша ему сказала, говорит, Саша, ты и гитара, у тебя есть рояль, гитара, ты еще бант повесил, народ тебя не поймет, вот это было, давай, Дмитрий, да, ну вот, я вот не знаю, здесь сидят в основном, наверное, москвичи, Владимир, вы москвич? Ну, какой я москвич? Я родился на Урале, в Челябинской области, я здесь просто учился, и потом застрял вот в Сергеевом посаде. Ну вот, я не знаю, я узнал, Галича, вот, в отличие от Куджава, Высоцкого, издавались пластинки, я вот, не в такой уж глухой провинции, в Костроме, тут, вот мы на полпути к ней, и, ну, у нас, вообще, я рос уже в 70-е, вообще, это не было слышно, я узнал уже в Перестройку, вот, я учился в авиационном институте, и у нас через дорогу был знаменитый Луферовский подвал, мы туда захаживали, и вот я от Луферова только услышал, когда он, пять столпов, как он, да, Куджава, Высоцкий, Матвеева, Ким Галич, вот, из всех я вообще его, так, так, подтерли, вот, для широкого, зрителя вообще, его исключили, и тогда я уже начал копать, там были друзья, общался, уехавшие, там, не уехавшие, я прочитал в 88-м, что ли, посевовскую книжку, я, конечно, там поэма «Курчик», все это, я плакал, это я все помню, ну, вот, переходя к тому, что, как бы, я хочу сказать, что, вот, у меня есть какие-то измышления на, теоретизирование на, на, насчет авторской песни, ну, я хочу сказать, что человеческий мозг, он вообще склонен к такому, к структурированию, и, в общем, то, что я наплел, это, как бы, структурирование, но это не значит, что это правда, да, да, и вы можете обязательно подправить, да, а я правда, да, тем более, что, да, когда пишешь диссертацию, там требуют, чтобы это все было вот так вот, ну, и по полочкам, вот, для меня, вот, все-таки, так, я вот пытался анализировать, ну, грубо говоря, что в нашем жанре есть, лирика, и драма, наверное, вот, можно так, грубо говоря, я-то убежден, вот, если есть какой-то ноу-хау, вот, вот, если есть в нашем жанре какой-то ноу-хау, то это вот как раз эти мини-пьесы Галича и Высоцкого, которые абсолютно отличаются по жанру, а от лирической-то составляющей, вот Александр Завенович говорил про кино, вот не зря и Анчаров, который оказал влияние и на Галича, и на Высоцкого, там переклички тоже есть, не зря он был, он был драматург, и они были люди театра и кино, и вот это видение, сюжет, да, сюжет, ну и кем, да, вот, но вот именно у Галича и Высоцкого вот эти мини-пьесы, они вот как-то, это что-то совершенно такое особое, если в лирике такое лирическое высказывание, большая степень условности, то вот в этих мини-пьесах и сюжет, и конкретика, и повествовательность, там и конкретные имена, если брать Леньку Королёву у Куджавы, это всё-таки образ лирический, да, а если брать Серёжку Фомина, и брать Коломийцева Галича, и всё, там конкретные, а какие названия, сколько запечатлено названий блюд, названий улиц конкретных, и у Высоцкого, и у Галича, вот, ну, я не буду всё это перечислять, вот, ну, я-то обозначил для себя вот этот жанр, как бытовые баллады, там разные, ну, жанровые песни, да, и мне кажется, что вот таким, как вот в любой трагедии существует катарсис трагический, в этих балладах-комедиях, или траги-комедиях иногда, существует такой смеховой катарсис, ну, это я начинаю плести, да, и он позволяет преодолеть смерть через её смеяние, жизнь смеётся над смертью, смерть – это система, вот эта вот, скажем так, построенная, да, а жизнь – это когда вот вы отходите от этой системы в три сосны, да, и выпиваете, это уже преодоление смерти, согласен? Вот, и, а жизнетворческая природа смеха, она как раз тут можно и к Бахтину всё это, да, провести, она же наиболее полно воплотилась в народном карнавале, средневековое, ренессансе, и вот эти карнавальные формы, по мнению Бахтина, организованные на начале смеха, они как бы строили по ту сторону всего официоза, второй мир, вторую жизнь, которым все средневековые люди были в большей или меньшей степени причастны, то есть народный карнавал порождал особого рода двумирность, такие смеховые формы, они существовали в культуре с древнейших времён, параллельно с серьёзными, а с возрастанием роли государства, постепенно переходили в андеграунд. Дим, а по-русски можно? Ну, я тебе говорю, вот по-русски, вот у нас, у нас же был официоз, ну, просто такой, жуткий, вот эти все песни, а не сейчас, мне, вот, ностальгически, понимаешь, и Ленин такой молодой, потом, мне нравится, гляжу в озёра синие, но когда начнёшь переслушивать, какими голосами они всё это пели, жуткими же голосами пели, и вот, и, вот это, был, всё-таки в 60-е годы, я не знаю, может, раньше тоже, конечно, все компании были, выпивали, но вот, но в 60-е, вот именно, вот этот жанр, это как он зародился, он в компаниях зародился, и Высоцкий человек в компании, и Акуджава, это всё в компании, и Галич тоже, всё же это, для друзей, для, и всё это, это был тоже мини-карнавал такой организованный, и, в общем, наверное, это было связано как-то с оттепелью, что-то это, правильно, принесло, вот, и определённую карнавализацию принесло, кстати, фильм «Карнавальная ночь», не вышел ли он одновременно с первой, в 56-м, да, я слышал просто, что вот эта Леночка, это, там вот они поют, знаете, вот эти девочки, тат-ти-итара-та-та-та, официантки, официантки, возможно, да, Леночки, повторяются, только с другой стороны. Алексей Морозов подают в таком виде, извини. Ну, конечно, феномен вот этой хрущевской карнавализации, он и сам-то был немножко такой карнавальный человек, хотя бы он, конечно, подписывал расстрельные списки, но все равно то, что мы его помним с башмаком, лысый дядька, кукуруза, ну, петрушка какой-то. Ну, конечно, этот карнавал был санкционирован сверху и в известной степени поддерживался государству, но все-таки черты карнавального смеха по бахтину, они присущи в 60-м, это всенародность, универсальность, разумеется, до известного предела, амбивалентность, сочетание насмешки, сатиры и веселья, ликования. И причем, в отличие от официозного государственного веселья 30-х годов, веселье 60-х все-таки было более свободным и искренним. Вот. И здесь, в этих кампаниях, так же, как на средневековом карнавале, господствовала форма вольного, фамильярного контакта между людьми, а на время застолья как бы возникал второй мир, вторая жизнь. Ничего я напоминаю? Хорошо. Ну, вот, я же не на пустом месте, это бахтин. Когда бахтин в интервью в одном высказался об авторской песне так, можете написать, что в ней есть искра карнавального огня. То есть, как бы, классик, теоретик, он это благословил. Вот. И вот на этих островках карнавальных, собственно, и зазвучала авторская песня. Еще я тут построил такой карнавальный смех в русской литературе 20-го века. Он несколько этапов прошел. Это первый этап, это ранний эстетический театр Блока с его кукольными орликинами, коламбинами, с клюквенным соком вместо крови. Это такой романтико-символистический, символистский карнавал. Вот. Он же сам же порождение символизма и один из отцов младосимволизма, Блок, он же сам начал издеваться над ним и отошел от него, за что его все прикольно. Второй этап – карнавал футуристический, такой подчеркнуто эпатажный, футуристическая буфонада – это явление узколитературное, абсолютно противоположное народно-смеховой культуре, такой своеобразный антикарнавал. И был еще, можно сказать, карнавал абориутский, выраженный в стихах, пьесах, в малых произведительских форумах, те же анекдоты о Пушкине, Хармсе. В основе абориутского карнавала абсурд. Карнавален был изощен к своей театрализованным бытом. Вот я это тяну, и что? Вот это все отозвалось в этом жанре Галича и Высоцкого в балладах. Ведь Ивертинский, не только Анчаров на них, но и Ивертинский тоже, вот эта сюжетность песни, пусть они были более лирические. Ну и, конечно, в связи с фольклором Галич не только романсы русский любил, но и вот сейчас появилось на Фейсбуке, выложили, он поет там вагонные песни. Вот. Какая-то уникальная запись. Да, я думаю, с его родной, и это самое, как ее, течет речка по песочкам. Ну вот мне-то кажется, что все-таки, вот если сравнивать Высоцкого и Галича, то у Высоцкого, как автора вот этих сюжетных баллад, он такой носитель преимущественно народно-смехового начала. А у Галича все-таки больше звучит оценка личная. У него даже вот если когда что-то вот такое народно-смеховое, все равно автор присутствует больше. У Высоцкого он вживается в этот образ и изнутри, а Галич все равно стоит немножко в стороне. Вот. Он такой сарказм и сатира все-таки. Но это все условно говоря. Вот. У Высоцкого тяга культурного человека к расстроению в толпе, она реализуется полностью. Он, присутствие автора выдает разов, что общая какая-то комическая интонация. Вот, например, у них денег куру не клюют, а у нас на водку не хватает. Это не я один так думаю, что про Высоцкого. Мы имеем перед собой фольклорное сознание. И Юрий Корптьевский отождествляет миросприятие Высоцкого с миросприятием человека толпы. Вот, качуя из маски в маску, Высоцкий никогда не декларирует обособленность своего творческого я. Это делает он осознанно, принципиально. Вот он как раз демонстрирует ту самую амбивалентность, праздничность и универсальность, которая присуща карнавалному смеху. Я просто подтвержу это. Когда он первый раз прослушал мои песни, у меня были разные, одни, значит, типа я потомок Хатхана, а второй какой-то философский, там, желатый, вот такие. Он говорит, всегда пиши от первого лица, от второго лица народ не поймет. Это Высоцкий? Ну вот, а у Галича все-таки, все-таки, какими бы смешными ни были вот эти вещи, все равно лежит отпечаток пафосности, обличительности. Это отблеск от его гражданской лирики. Там-то она вся такая, много декларативности, пафосности, да? Потому что он по возрасту старше. Не знаю, не факт. Это абсолютно, почему ты думаешь, что это зависит от возраста? Не факт. Может быть, может быть. Ну, давай все-таки истину в последние инстанции не будет. Ну, вот он же все равно... Все равно у Галича позиция судьи-обличителя, она присутствует. Я не выбран, но я судья. Это библейский пророк. Да, да. Кстати, знаете, Дим, когда на эту тему, когда на эту тему вот были тары-бары, да, и кто-то из моих глубоко православных людей сказал, вот он крестился, а тем не менее он не прощает. Я говорю, родной мой, вообще есть позиция и библейского пророка, понимаешь? То есть это не знаю, он с этой позиции пишет. Не знаешь, что это он так говорит? А это позиция поэтическая в данном случае. Поэтому давай, я говорю, а ты сравни ее с плащ по России, да, будь и в тлении живой. Я прошу тебя, выдюжи, будь и в тлении живой, чтобы в сердце, как в ките же, слышать благовец твой. Вот она совершенно православное такое вот чувство, которое у Александра Аркадьевича есть, и поэтому это разные позиции лирического героя. Поэтому их не надо путать, наверное. Ну да, ну я-то говорю о жанре вот этих бытовых баллад. Не что ты путаешь, а те, которые пытаются сказать, что подтверждают тебя. Я подтверждал. Ну вот Варлам Шаламов назвал баллады Галича энциклопедией нашей жизни. Но в этой энциклопедии присутствует серьезный такой авторский комментарий все равно. У Высоцкого скорее изнутри. Интересная фраза. Извините, что у нас получается такое, но я думаю, это даже нормально. В свое время у нас в теороделе в нашем институте часто говорили за Галича, за Высоцкого вообще, за жанр, за поэзию и все. И вдруг кто-то из физиков, из больших сказал, говорит, знаешь, вот Высоцкий всегда точно попадает в цель. А кто-то рядом ему сказал, да, а Галич разносит весь тир. Я сказал, что сказано красиво, но это неправда, потому что Александр Аркадьевич тоже в десятку попадал. А вот насчет разносит... Но сама постановка вопроса, мне кажется, интересна, да, что кто-то попадает в цель, а кто-то разносит весь тир. Ну, наверное, это все-таки вот чистый сатирик такой разносит, да? Ну, у Галича этого нет. У него всегда есть болевая нота, что его всегда спасает и выделяет. Когда говорит, ну вот Галич смеялся, он переживал за отечество. Вот когда есть болевое чувство, когда нет просто скалозубства одного, а всегда есть болевое чувство у него. И это выдает истинного поэта всегда. Ну, вот если так вот еще более теоретизировать и серьезно, да? По словам Бахтина, чистый сатирик, знающий только отрицающий смех, он ставит себя вне осмеиваемого явления, противоставляет себя ему. Вот мне кажется, что подобно романтикам 19 века, ну, романтизм в том смысле, где страшное все, да? Вот. Галич острашняет реальность, и согласно правилам классической трагедии, он ставит человека перед богами, необходимостью или в терминологии экзистенциализма перед ничто. Роль рока, богов, предопределения играет здесь система, да? И в результате мы имеем уже не драматический конфликт, так как конфликт драматический, он между людьми, он сложный, но разрешимый, а конфликт трагический. Это конфликт между людьми, конфликт с богами, он сроком, он неразрешимый, человек выступает как существо обреченное и не способно изменить свои участи. Защищаясь в поисках выхода, маленький человек Галича ведет себя смешно, он наивен и при столкновении с системой трепещет и готов поверить в любую иллюзию. Счастья нет, есть иллюзия, выхода нет, есть иллюзия. Это и баллада о прибавочной стоимости, иллюзия же, иллюзия, она рухнула. И право на отдых, и веселые разговоры, фарс гиньоли, городской романс. Леночка, вот история о гаишнице, которая вышла замуж за фиопского принца, это едва ли не единственная по-настоящему такая веселая плутовская баллада Галича, сделанная вполне в народно-смеховой манере. Когда сатиры... Да, но когда сатиры не вытесняют веселое. А вот даже в необычайно остроованном отрывке из репортажа о футбольном матче, сатира все равно она преобладает. У Высоцкого это равновесие не нарушается. Вот я не считаю, что это достижение, что сатирик разносит тир. Высоцкий все-таки, это тоже профессионализм вещать из толпы. И не то слово. И герой не пасует перед злом Высоцкого, он проявляет смекалку, он отшучивается, как это в народных сказках бывает. И тем самым он как-то вот... И он тоже, Высоцкого лирика тоже пафосная, но здесь вот он как-то совершенно меняется. Вот у него, в его комических этих вещах, он автор такой вот, обличитель не присутствует. Или спрятан так вот сильно? Ну вот. Он больше Иван Дурак. Да, 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 дурачок, да. В высоком смысле. И он маски вот эти, он примеряет. Вот те же... Ну я тут это, наверное, уже много... При этом себя не превозносим. Да, ну как бы, вот если даже сравнить психов, дураков и психов Галича и Высоцкого, да? Вот, так, поумствовать насчет дураков и психов. Хорошая тема для разговора. Дураки – это носители... Вот как раз о Иване, о дурачке, да, зашла речь? Дураки – это носители особой жизненной формы, реальной и идеальной одновременно, по бахтину. Они, по классификации бахтина, дурак имеет три смеховые функции. Первое – над дураком смеются. Второе – сам он также смеется. И третье – дурак служит средством осмеяния окружающей действительности, зеркалом. В песнях про психов над психами смеются. В психах отражается дурная действительность. Сами же они не смеются никогда. И... Ну вот, психи... Самые известные песни Галича и Высоцкого, да? «Право на отдых» и Высоцкого... Письмо, да? Там он все-таки у Высоцкого, он изнутри. А у Галича, он же приехал брату помочь. И оценки все-таки выставляет, что у психов жизнь, так бы жил любой, да? Зенеоставленный... Да, да. Но жестко, он действительно разносит весь тир. Высоцкий смеется изнутри. Дело в том, что вся песня Галича – это образ. Образ, так сказать... А у Высоцкого – это сюжетная какая-то вещь. Нельзя сказать, что это не в той мере. Андрюш, ну-ка подтверди. Или опроверди. О чем? Нет, я хочу сказать, но не внутри, а как бы... Потому что и схлопнется иначе. Ну, хорошо. Должить и закончить этим-то образом. Ну да. Ну как бы... В общем, наверное, я вот... Все, что хотел, сказал. И то, что... Тут у меня дальше перечисление всех этих подробностей, которые в лирической песне совершенно невозможны. Ну, хотя бы все эти... Тут детали. Вот у Высоцкого – гостиница «Советская», «Англитер», клуб на улице Нагорной, «ГУМ», «Центральный рынок», «Манеж», «Большой театр», «Бадаевские склады», «Малая спортивная арена». Все это присутствует в конкретике. У Галича колокольный переулок, «Тюрьма Кресты», «Медный всадник», «Обводный канал» в Ленинграде, «Старая площадь», «Останкино», «Нижняя Масловка», «Принцесса Нижней Масловки». А сколько фамилий, товарищ Парамонова. И все они запоминаются странным образом. Товарищ Парамонова, разве забудешь? Володя Лямин, этот футболист. Мальцева тоже не запомнишь. Халуи-референты тоже такие. Тамарка Шестопал и Ванька Дерганов. Которые не переехали. Да, да. Высоткова, Мишка Шихман, Башковит. Да, да, да. Борис Буткеев, Краснодар. Да, там. Ну, в общем, так, чем же... И любимая станция «Каналь». Ну, вот я бы вот все-таки... Мне кажется, что у Галича все-таки вот это вот... Человек, он перед системой, ну, бессилен в этом. Только Леночка выиграла. Остальные все герои проиграли. А у Высотского как-то вот... Вот все, я закончил так. Ты хочешь сказать, что... Нет, тут, кстати, Дима поднял очень интересный вопрос в действительности. Вот мне никогда не приходило это в голову. Вот чем замечательный диалог. Каждый тебе говорит вещи, о которых ты, ну, как бы, да, вот в эту сторону нос не поворачивал. Все равно один таких вещей никогда не выскажешь, когда всего не допрешь. Да, поэтому, Димочка, спасибо большое. Вот сейчас вот ты мне подсказал такую интересную вещь, что если Галич, для него система внешняя вещь, да, то есть стена, да, и ее надо как бы вот обличать, ну, грубо, я условно говорю, это в действительности все не совсем так. А в Изусске живет свободно внутри системы. Как бы вот так вот. Я правильно понял, да? Вот это интересно, это интересная вещь. Я в свое время, кстати, на одном из концертов Веры, посвященной Вере Матвеевой, да, я вдруг обнаружил такую вещь, ну, я готовился, сидел, думал, что вот что про Верочку, да, вот как бы вот говорить, там какие-то вспоминал фрагменты, и вдруг неожиданное сравнение пришло с Высоцким. Потому что если Высоцкий как бы вот противостоял каким-то образом, да, вот этой хреботой голоса, да, как мотор такой вот танковый, там вообще вот все, Верочка, как Бродский говорил, бери нотой выше, она, у нее очень трагические тексты, и когда ее исполняют впрямую трагически, это получается неправда. А она вот этим летящим голосом как бы летела над трагедией. И вот этот эффект трагического текста и преодоление его, вот этой вот легкостью этого голоса, полетностью, это фокус-покус в действительности. Но, извините, это неправда, да, то, что я сейчас сказал, это гораздо глубже всего, но вот эта вот трансцендентность, вот этого полета над этим, это дает эффект света, которого в текстах этого, света в текстах нету, от песни возникает свет, потому что ее летящий голос летит как бы над трагедией, вот это преодоление. И вот разные эффекты преодоления. Один вот так, другой так, а третий и внутри системы. И что хочет, то там и делает. Вот это интересная вещь, ребята. Давай послушаем, что Андрюшечка скажет. Я, значит, добавлю. Вот ты говорил, как Галлийц запел память о Пастернаке, и под сияние и звон бриллиантов первый ряд снялся. Юра Кутин не рассказывал, наверное, не только мне. Галлийц поет эту песню, заканчивает этот караул, последняя фраза, бьет по струнам и лопается с диким грохотом софит. Но вот полная тишина, и вдруг какой голос из последнего ряда, очень громко и внятно. Первый секретарь застрелился. То есть это вот такая атмосфера этого фестиваля. Это действительно был какой-то праздник непослушания, свободы такой, полный бахтин. Да, и в который включили все. Практически каждый в нем участвовал. И Софит, и первый секретарь, и дамы с бриллиантами, и Кутин там, и вы там под лестницей, и Тайга там с ментами, и с этими. Это же замечательно. Тем более действительно. Вот, а насчет, мне, кстати, тоже это рассказывал Кутин, это ни на каком не семинаре было. Он, по-моему, сам это придумал, или это такая ходячая байка, что в стык слушали выступления Галича и Высоцкого, и Галич пел какую-то долгую, богатую, сюжетную, полифоническую балладу с ноденью героями, там, ну, балладу не балладу, но вот некую такую песню, там, вот, типа, новогодний Бедлам, например, да, там и блок, там, и генерал, там, и главный герой, целая вот такая вот. И было впечатление, что все художественные ожидания, которые можно было подтвердить, он подтвердил, он попал, как говорится, и в сердце, и в голову, и смешно, и грустно, и ирония, и вся пропащая жизнь, и все-таки надежда, и вот этот вот не пришел, а ушел Христос, и еще мысли там какие-то, весь тир просто вот так вот смел вместе с фундаментом, то есть со всеми аллитерациями, богатейшими рифами и так далее. Но вот и время за это, она же огромного размера вещь, и окажется, что короткая очень. А Высоцкий спел, ударил первым, я тогда, так было надо. И было впечатление, что он просто в яблочко, вот первым выстрелом, а второго делать уже не надо, потому что цель поражена. Это довольно-таки любопытная вещь, ничто не лучше, это не лучше того. Так же, как, в принципе, нельзя сказать, что ампир лучше барокко. Есть какие-то экономные вещи, если у тебя месседж, посыл, очень экономные, такое вот наивное искусство архаическое, либо очень какое-то развитое, и как бы послание войны и мира, его не выскажешь каким-нибудь гениальным пушкинским стихотворением, я встретил вас, да? Оно меньше или не меньше, они равнозначны. Я вот, что мне очень понравилась, кстати говоря, вот эта работа, она очень цепляет важную вещь. Я длинных писать не умею, я кратко, коротко пишу, около 20 лет назад у меня в аппарте была напечатана такая статья, «Невозможность драматизма», и я к этим вещам прикасался. Сейчас их можно немножко, я бы их развернул за это, ну, просто по-другому бы назвал. Есть, безусловно, параллелизм в используемом материале, материале в личной фактуре, да, героями, которые, Усоцкого и Галича. То есть, в общем-то, они, ну, понятно, там, у Анчарова, но просто это настолько как бы выдающееся произведение, Господа Бога, такого таланта, что очень надолго их хватило, на десятки, на сотни разнообразных произведений. Вот. И вроде бы, ну, вот один такой, другой такой, один громко по этим пираментам, этот актер, а этот, наоборот, сценарист. Там это очень, вообще, в принципе, все равно, говоря и пиша, как бы, о каких-то явлениях искусства, более об авторах, все равно их превращаешь в такой вот кукольный театр, такой вот Пьеро, Арлекин, все равно надо найти эту доминанту. Мне тогда было написано, ну и что, о сверхценности, которые ведет каждого художника, незримо для него, но зримо на законченном пути это видно. У Высоцкого это свобода, воля вольная, это стень каразина, это все что угодно. Но вот, у Галича это совесть. И если вот по-другому, сразу по-архетипическому, да, вся национальная русская сказка, она, вот именно вспоминали Иванушка Дурак там, да, младший, да, был бедный, слабенький, в конце концов, все победил, взял царевну в невесты, это или сокровища нашел, или что. Ни одного, как говорится, царя, купца, богача, который добровольно бы сбросил с себя все свое богатство и стал добровольно бы нищим во имя чего-то, в сказках не найдешь. Но зато все святцы, все чести именеи и жития святых заполнены только этим, и не только у нас, у буддистов тоже. Там, например, да, будто Гоутама, да. Это потому что путь святости, другого пути нету. То есть ты должен пожертвовать, да. И на самом деле, да, мера народного сочувствия, здравого смысла и вообще такого вот выживания, она адресована только вот этому Иванушке-дурачку. Поэтому сказки только такие. Но инстинкт духовного выживания толкает на путь второй. Но для этого надо иметь это сокровище, да. Вот. Народ, то есть вот так, ну как бы, можно сказать, обыватель там, да, ну, рабочий люд, этого второго не понимает. Сахаров что угодно мог говорить какие-то правильные слова, но человек, академик, гений, лауреат, там, всяких там премий, там, да, который добровольно все это во имя чего теряет, отдает, ну, ладно бы, еще было бы это как бы царский режим, там, да, ушел в монастырь, поняли бы, ох, наверное, грешил, там, да, ну, такой отец Сергий, да, ну, вот, наверное, там что-то такое. Но вот он же все-таки отмолил, оправдал и за нас теперь, и, может быть, святым даже станет. Это вот понятный такой сюжет. А вот здесь, оставаясь в той же самой кубатуре социума, Галич, там, да, да и, Господи, это воспоминание Надимина, там читаешь, да, Шура, Господи, знаю, там, девочки, да что вы там, он же это, сиборит, он же это вообще гнилое вещество. А его вывело просто, вот талант его вот вытолкнуло. Вот абсолютно правильная, единственная героиня, которая что-то заработала в жизни, была первая Леночка. Это такая вот, он написал индийскую такую, значит, этот фильм, или русскую народную сказку, или там, а вот у меня там... Ну, она была на самом деле, я ее знаю. Вот, она тем более была. Бывают такие обнадеживающие для невест Иванова вот истории. То есть он им как бы дал такой карт-бланш, как выписал инструкцию и книжку, куда надо идти, как стоять, как махать, подождать принца там. И, конечно, бывают такие. Вот, то есть вот два как бы наших поэта, почти одно и то же, казалось бы, у того выпивают, здесь выпивают, у того улицами все заполнено, там улицами. Они шли в противоположные стороны. Один слева направо, как говорится, с низины в гору, другой в социальном плане обратно. Поэтому первому достается вся мера Высоцкому народного сочувствия. А интеллигенция, для нее, ее голос, ее сердце, это песня Галича. Каждый, как говорится, образованный человек, он прекрасно понимает, чем мотивирует. Мотивирована его жизнь, его творчество. И вот, собственно говоря, и все. Очень хорошо. Да. Ну, я тогда позволю себе на этой оптимистической ноте наш сегодняшний семинар закончить. Ну, скажем так, есть еще тема такая, вопросы, может быть, у кого-то будут там, ну, обсуждения, но, скажем, содержательную часть на этом закончить. Я вообще даже не ожидал. Вот у меня такое впечатление создалось, что мне, ну, у меня получилось. Что получилось? Получилось разговаривать людей, услышал, я сам лично очень много услышал для себя нового, интересного, и это, и, как бы, меня обогатило, и, думаю, всех, кто здесь был. Вот. Я думаю, что мы и дальше продолжим в этом направлении двигаться на нашем фестивале. Ну, а сейчас, пожалуйста, вопросы, если у кого есть. А можно вот воспользоваться близостью к жюри, к президиуму? Президиуму. Вот. Мне заинтересовал, Владимир Владимирович сказал, про Леночку, а когда вы узнали, она же уже к тому времени Шахини, Б. Потаповой. Вы ездили куда-то? Нет, просто я должен сказать, что была и есть такая женщина, более того, даже с ее одной дочкой в свое время с собакой, скажем, гулял мой сын. Она так и называется, я не буду называть фамилию, она была Шахини, и потом вернулась. А, то есть не понравилось ей там все-таки? Может быть, нет. Может быть, не понравилось. У них же революция была. А, это в какой стране-то? А, в Иране? Следующая диссертация, разобраться, как сложилось с фиболиночки. Это я для Димы говорю, следующая тема диссертации, разобраться, как сложилось с фиболиночки. И газояды переглюжу, честно. Если вопросов нет, тогда мы пойдем покурим. И ждем вас в 17 на концерте.